Всем привет, с вами Чарли. Своей новой книгой «Пламя и кровь» Джордж Мартин внес изменения в историю Семи Королевств. В частности, он немного переписал историю Семьи Джахериса Миротворца и Александры Доброй Таргаринов, короля и королевы Вестероса, чье полувековое правление вошло в историю как период небывалого мира и процветания. В этом видео в преддверии финала «Игры престолов» я расскажу, почему, на мой взгляд, Джордж Мартин изменил свою собственную историю. К слову о финале нашего любимого сериала. Такое масштабное событие, как последняя серия самого культового фэнтези-сериала, заслуживает просмотра с размахом. Потому предлагаю вам прийти 20 мая, в день мировой премьеры последней шестой серии восьмого сезона «Игры престолов» на футбольный стадион РЖД Арена в Москве. А медиатека покажет финал «Игры престолов» на специально построенном экране высотой с четырехэтажный дом. Секторы стадиона будут посвящены великим домам Вестероса. Таким образом, вы станете одним из Старков, Ланнистеров или Таргариенов во время просмотра финальной серии. После показа эпизода вы сможете насладиться музыкой Рамина Джавади. Оркестр и оперные примы исполняют для вас самые яркие саундтреки из сериала. Для того, чтобы попасть на это уникальное мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте Амедиатеки. Ссылка в описании под видео. Регистрируйте себя, своих друзей и близких, приходите все вместе 20 мая на РЖД Арена и наслаждайтесь просмотром финала любимого сериала на огромном экране высотой более 10 метров. Возвращаясь к новой книге Мартина, думаю, автор изменил историю своего мира из-за Сейры Таргариен. Дочери Джахериса и Алисанны. Принцессы, которая поистине из всех 13 детей короля и королевы, принесла родителям больше всего горя и позора, и которая, на мой взгляд, начала танец драконов. Гражданскую войну, в ходе которой Таргариены охотно использовали драконов друг против друга. В результате чего не только многие представители дома Таргариенов погибли, но и вымерли драконы, их главное оружие, символ их дома, благодаря которым они внушали ужас Фестеросу и благодаря которым они в свое время завоевали Семь Королевств. Ранее, согласно Миру Льда и Пламени, список детей Джахериса и Алисанны Таргариенов выглядел следующим образом. Теперь же, согласно Пламени и Крови, этот список немного изменился. Джордж Мартин зачем-то поменял порядок рождения наследников короля и королевы. Но зачем? Биографию тех, кто дожил до свершеннолетия, он не поменял, только порядок рождения. В Мире Льда и Пламени шестым ребенком Джахериса и Алисанны был Эйрин Таргариен, не дожившим до свершеннолетия. В Пламени и Крови Эйрина заменили принцессой Дейнерис Таргариен, которая также не дожила до свершеннолетия. Дейнерис Джордж Мартин поместил теперь на место Алисы, которая ранее была вторым ребенком в семье. Сама Алиса теперь стала пятым ребенком. Дейлу, которая ранее была пятой среди братьев и сестер, Мартин переместил на восьмое место, из-за чего Нейгель Таргариен, которая раньше была восьмым ребенком, стала шестой. И наконец последнее, Джордж Мартин поменял местами Валериона и Сейру. Принц Валерион стал двенадцатым ребенком, а Сейра девятый. Мне кажется, все эти изменения были сделаны для того, чтобы поместить принцессу Дейлу и Сейру рядом, так как в Пламени и Крови подробно описываются характер и биография каждой из них. Но что важнее всего, Мартин описал отношения этих двух, таких не похожих друг на друга, сестер. И если бы он оставил порядок рождения детей прежним, принцесса разделяла бы слишком большая разница в возрасте. И в издевательство Сейры над Дейлой, которые перечислены в Пламени и Крови, труднее было бы поверить. Итак, давайте поговорим о, наверное, худшем ребенке Джахейлиса и Алисанны, принцессы Сейры Таргарин. Она с самого появления на свет кричала, чего-то требовала и никого не слушалась. Первое свое слово «нет» она произносила часто и громко. До четырех лет ее не могли отлучить от груди. Как только королева отпускала кормилицу, поднимался крик до небес и приходилось брать новую. «Да помогут нам семеро», сказала как-то Алисанна Джахейрису. «Я вижу в ней Эйрию». Кстати, история принцессы Эйрии Таргарин тоже очень интересная и подробно описана в новой книге. Если хотите увидеть отдельное видео о ней, кликайте по подсказке. Возвращаясь к Сейре, рожденной в 67 году, тремя годами позже Дейлы, можно смело сказать, что она получила всю отвагу, кое не доставало ее крайне застенчивой и боязливой сестре. Сейра всегда была очень жадной. До молока, до всей прочей еды, до любви и похвал. В младенчестве она не столько плакала, сколько кричала, и ее пронзительные вопли наводили страх на всех служанок Красного замка. «Если она чего-то хочет, то вынь да положь», писал великий мейстер Элисар, когда принцессе было всего два года. «Да помогут нам семеро, когда она подрастет». Септон Барт писал о подросшей 12-летней Сейре следующее. «Она дочь короля и хорошо это знает. Слуги исполняют все ее приказания, быть может, не так быстро, как ей хотелось бы. Лорды, рыцари и придворные дамы всячески угождают ей. Ровесницы соперничают, чтобы с ней подружиться». Все это Сейра принимает как должное и больше всего мечтает быть первенцем, а еще лучше – единственным ребенком в семье. К ее несчастью, Сейра была девятая. Старшие и младшие сестры и братья были все в чем-то уникальной и, что важнее всего, лучше ее. Самый старший Эймон должен был стать королем. Бейлон, скорее всего, десницей при нем. Алиса, самая старшая сестер и жена их брата Бейлона, обещала во всем превзойти их королеву-мать Алисанну. Сейра росла умной девочкой, но она была не самой ученой из детей. Вейган был умнее ее, потому его и отправили в Цитадель. Следующая сестра, Мейгель, отличалась набожностью, была благочестивее Сейры. Потому Мейгель отправили в Звездную Септу. Дейла не отличалась никакими талантами, но с ней все постоянно носились, оберегали и опекали ее. Сейру же приласкать никто не считал нужным, она ведь не плакала так, как Дейла. Это неверно, все дети нуждаются в ласке. Сейра была красива, но не так красива, как Визера, ее младшая сестра. Все сходились на том, что Визера Таргариен – самая красивая в семье. В общем, Сейра очень хотела чем-то отличиться в своей семье, но все ее сестры и братья были или умнее, или красивее, или талантливее, или набожнее ее. Единственная, кто, как ей казалось, не заслуживала большой любви родителей, была бесталантная, робкая и пугливая Дейла. И тем не менее, все с Дейлой носились. Сейра могла показаться образцом хорошего поведения, но это было лишь притворство. В детском возрасте не всегда заметна грань между невинными шалостями и злыми проделками, однако принцесса, без сомнения, не раз ее приступала. После того, как любимый котенок оцарапал Дейлу, принцесса и близко к кошкам не подходила. Сейра, прекрасно зная, как Дейла боится кошек, то и дело подсовывала их сестре в спальню. Дейла любила цветы, но боялась выходить в сад, где ее как-то ужалила пчела. Что же сделала Сейра, узнав об этом? Тайком посадила в ночной горшок Дейлы пчел. В 7 лет Сейра знала, как и когда стянуть на кухне пирожки и прочие лакомства, а вскоре начала воровать эль и вино. И к 12 годам частенько являлась в септу подвыпившей. Злое дитя, так описывала Сейру одна из септ. К слову, до 13 лет принцесса сменила полдюжины септ и горничных. Своим отцом, королем Джахерисом, Сейра умело манипулировала, выпрашивая все, что хотела. Котенка, гончу, пони, сокола, лошадь. На слоне, правда, она все-таки получила отказ. Альсанна, в отличие от Джахериса, Сейру баловала меньше. Сестры же, как говорил септон Барт, ее недолюбливали. В отличие от Дейлы, которая смущалась не то, что в присутствии мужчин, но даже в присутствии мальчиков, Сейра обожала мужское внимание. К 15 годам из множества поклонников Сейра вскоре приблизила к себе трех. Джон Ахмутон был наследником Девичьего пруда. Рыжий Рой Коннингтон в свои 15 лет стал уже лордом гнезда грифонов. 19-летний рыцарь Бракстон Бисбери, наследник замка Медовая Роща, считался лучшим копьем простора. Завела себе Сейра и близких подруг, Перрианну Мур и Алис Торнбери, которых называла Перри и Ягодкой. Более года три девицы и трое юношей были неразлучны на всех пирах и балах. Королеве не нравилось общество ее дочери, но король ни о чем не переживал и убедил в этом свою жену. Сейра не остается с ними наедине, говорил он. Рядом всегда слуги, конюхи или стражники. Что может с ней приключиться, когда вокруг столько глаз? Ответ на сей вопрос явился теплой весенней ночью 1984 года и не пришелся его величеству по душе. Король и королева узнали, что все шестеро не раз участвовали в оргиях, предложенных Сейрой. И Алис Торнбери даже забеременела, не зная кто из троих юношей является отцом ее ребенка. Джхерис и Алисанна были в шоке. После двухнедельных раздумий они решили отдать Вере еще одну дочь. Сейра Таргариен, неполных 17 лет, отправилась в старомест на обучение к своей сестре Мейгель. Было объявлено, что она поступит послушницей в Орден Молчаливых Сестер. Септон Барт, знавший короля лучше многих других, говорил после, что приговор этот задумывался как урок провинившейся дочери. Все понимали, что Сейра не Мейгель и что септой, тем более молчаливой сестрой, она никогда не станет. Родители полагали, что несколько лет строгой дисциплины, размышлений и молитв пойдут принцессе на пользу и наставят ее на путь истины. Но Сейра этим путем идти не желала. Некоторое время она терпела все – молчание, холодное мовение, бритье головы, телесные наказания. Она терпела это полтора года, но в 1985 году, как только представился случай, сбежала из обители в гавань. Пожилую септу, заступившую ей дорогу, Сейра сбросила с лестницы и перескочила через нее. В Королевской гавани, узнав об этом, предположили, что Сейра прячется где-то в Старом месте. Но люди лорда Хайтаура, правителя Староместа, заявляли, что не нашли ее, хотя прочесали все дома в городе. Искали принцессу год, но так и не нашли. Только в 1986 году кто-то заметил принцессу в Эссесе, все так же одетую послушницей, работающей проституткой в борделе города Лис. Король, узнав об этом, заявил, что Сейра умерла для него. Королева в последующие годы не раз умоляла его простить дочь и вернуть ее в Красный замок, но Джагерис был непреклонен. Сама Сейра никогда не искала родителей и не пыталась к ним вернуться. Из Лиса она перебралась в Валантис на письма, что иногда тайно посылал ей Алиссанна, ответа не было. В итоге Сейра стала богатой женщиной, хозяйкой борделя в Валантисе. Теперь давайте поговорим о Хайтаурах, правителях Староместа. Напомню, когда принцесса Сейра сбежала от молчаливых сестер, король, естественно, в первую очередь обратился к лорду Хайтауру. Но тот сказал, что нигде в своем городе он не смог найти принцессу, хотя прочесал каждый дом. Хайтауры очень древний и могущественный род, намного старше и родовитее своих сюзеренов Тиралов и мало чем уступающий им в богатстве и силе. Отношения с Таргаринами у них были напряженные, во многом из-за предшественника Джагериса, короля Мейгора Жестокого. Первой женой Мейгора была Сириса Хайтаур. 14 лет они были в браке, но детей у них так и не было. Мейгор решил, что Сириса бесплодна, потому взял себе вторую жену. Отец Сирисы, лорд Хайтаур, был возмущен и оскорблен этим браком. Равно как и дядя Сирисы, Верховный Септон. Спустя пять лет после второй свадьбы Мейгора, Верховный Септон внезапно умер. Его смерть вызвала немало подозрений, многие шептались об убийстве. Племянница Верховного Септона, Сириса Хайтаур, умерла спустя год от внезапно схватившего ее недуга. Хотя ходили слухи, что ее приказал убить Мейгор. Итак, принцесса Сейра Таргарин сбежала от молчаливых сестер и пропала на год. Как же так вышло, что никто не мог найти дочь короля Вестероса? Мне кажется, ответ в том, что ее хорошо прятали. Думаю, Сейра, сбежав от ненавистных Септ, обратилась к единственным, кому она могла пойти за помощью – к Хайтаурам. Ей нужно было золото, чтобы сбежать в Эссес. Хайтауры богаты и недолюбливают Таргаринов. Она уж точно ненавидела родителей за те полтора года, что она провела в Ордене Молчаливых Сестер. Думаю, лорд Хайтаур обещал обеспечить ей успешный побег в Эссес взамен на ребенка от нее. И когда условие спустя год было выполнено, он посадил ее на корабль в вольный город Лис. В 101 году король Джи Хейрис назначил сира Отто Хайтаура, брата лорда Хайтаура, своей десницей после внезапной смерти принца Бейлона. Отто Хайтаур прибыл ко двору вместе с женой и детьми, в частности с 15-летней дочерью Алисентой Хайтаур. Раз Алисенте в 101 году было 15 лет, значит она родилась в 1986 году, как раз во время годового исчезновения Сейры Таргарин. Король Джи Хейрис был уже стар, он зачастую бывал прикован к постели. 15-летняя Алисенте стала его постоянной компаньонкой, принося королю пищу, читая ему, помогая с купанием и одеждой. Джи Хейрис, приближаясь к кончине, стал пребывать в уверенности, что Алисенте была его дочерью Сейрой, вернувшейся к нему из-за узкого моря. 15-летняя Алисенте должна была быть внешне очень похожей на Сейру, раз Джи Хейрис на смертном одре пребывал в такой уверенности, что к нему вернулась блудная дочь, которую он в последний раз видел, как раз когда Сейре было около 15 лет. В 103 году король Джи Хейрис умер в своей постели, когда леди Алисента читала ему чудовищную историю Септона Барта. Новым королем стал его внук Визерис, и спустя три года Алисента вступила в брак с молодым правителем. Первой супругой Визериса была Эйма Арен, дочь принцессы Дейлы Таргариен и лорда Родрика Арина. У Визериса и Эймы была дочь Рейнира Таргариен, которую король Визерис еще при жизни назначил своей наследницей. Эйма Арен умерла, второй женой стала Алисента Хайтаур, и она родила Визерису сына Эйгона. После смерти Визериса Алисента и ее сторонники объявили Эйгона королем, с чем ее падчерица Рейнира, естественно, была не согласна. Так начался Танец драконов, двухлетняя гражданская война, в ходе которой погибли многие Таргариены и вымерли драконы. И мне кажется, это вполне в духе Мартина, поместить предпосылки кровопролитной войны еще за 50 лет до ее начала, в отношениях двух диаметрально противоположных сестер. Сейра Таргариен была бунтаркой, которая хотела быть единственным ребенком своих родителей. Она жаждала и требовала любви и внимания Джахерисы и Алисанны, но у них помимо нее было еще 8 детей и 7 королевств, которыми нужно было управлять. Больше всего внимания и опеки уделялось хрупкой, застенчивой, боязливой Дейле, и потому Сейра ненавидела ее. Поэтому она издевалась над ней в Красном замке, пока Дейлу не выдали замуж и не отправили в Орлиное гнездо. Но история сестер не закончилась даже после смерти каждой из них. Внучка Дейлы, Рейнира Таргариен, должна была стать королевой, но на ее пути стала Алисанта Хайтауэр, которая, как мне кажется, была дочерью Сейры. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте ставить лайк. Всем спасибо за просмотр, особая благодарность патронам канала, именно которых вы видите на экране, за поддержку моего канала на patreon.com. Феликс, Лев, Дедков, Геннадий, Стас, Луан, Ольга, Миниево, Слава, Натаниэль и Грей Рейнард. Спасибо вам большое, вы лучшие! Если вам тоже нравятся мои видео и вы хотите поддержать выпуски новых роликов, переходите по подсказке или ссылке в описании под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше теорий по Игре Престолов. Пока-пока!